Сразу после столкновения из-под капота Лады Калины повалил густой дым, пока одни очевидцы сбивали пламя с помощью огнетушителей, другие пытались оказать помощь раненым. Мотоцикл кувыркнулся, там удар, жена сразу скрикнула. Мы здесь остановились. Ну, люди сразу собрались, кто что вытащил. Там огнетушители, у кого там аптечки и так далее. Девушка, пассажирка мотоцикла, скончалась мгновенно, а вот сам байкер поначалу еще подавал признаки жизни. Медики скорой подъехали через считанные минуты, но к этому времени парень был уже мертв. Я водителя видел, он весь израненный был. Он весь израненный был. Хотя байкер находился в полной экипировке, а на его подруге был шлем, но судя по вмятинам на кузве легковушки, а также повреждения мотоцикла, шансов выжить у людей не было никаких. Вы его не видели, что ли, даже? Я его вообще не видел. Просто звук был такой сильный и все. Я сначала думал, машина у меня в зад. Потом вышел, улюбил. Владелец Лады Калины получил травму главы, но уезжать в больницу не захотел. Парень находился в шоковом состоянии. По проспекту Победы он двигался со скоростью не больше 60 км в час и поначалу даже не понял, что произошло. При повороте на улице Глушко ощутил мощный удар в правую сторону машины. Со стороны проспекта ехал, поворачивал направо и удар был. Поворачивались с какой полосы? Не по автобусу, получается. Не по автобусу, не по автобусу? Очевидцы в один голос утверждают, что скорость у мотоцикла была просто огромной. Именно поэтому водитель Лады Калины и не заметил байкера. Тем не менее, это нисколько не снимает ответственности с автомобилиста. Ведь, согласно правилам, молодой человек при перестроении и повороте должен был убедиться, что не мешает транспорту, который едет по соседней полосе. Сейчас степень вины каждого из водителей предстоит решить в суду. Стоит отметить, что за аварию с двумя погибшими водителю Калины грозит уголовная ответственность. 25 лет в эфире. С вами и для вас.